МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поскольку само производство бывает разным. Это и строительство, это и различные пищевые объекты, поэтому и характер травм производственных тоже отличается. То есть рано или поздно у каждого работодателя в каждой компании возникают те или иные нарушения. Тысячи казахстанцев ежедневно заняты на стройках и опасных производствах. Профессия, которая должна приносить доход, все чаще наносит увечья и отнимает жизни. Такая беспечность со стороны работников и работодателей чаще возникает из-за несоблюдения техники безопасности. Требования к поведению на рабочем месте есть во всех организациях, но на деле их соблюдают единицы. Многие инженеры по технике безопасности шутят. Несуете пальцы, куда попало, их не так много, как кажется. Но если серьезно, то игнорирование правил порой может закончиться очень печально. Павлодарская область, подрухнувшая арматурной конструкцией, погибли тбой рабочих. Алматы при проведении строительных работ с 12-го этажа упал 23-летний каменщик и скончался на месте. Мангустауская область. На нефтесервисном предприятии массовое отравление получили несколько работников. Двое скончались. Они употребляли технические жидкости. Еще одно немаловажное – это дисциплина. Ахмед Калиев, председатель профсоюзной организации электроэнергетиков Республики Казахстан. Кстати, очень много производственных травм бывает в результате употребления алкогольного напитка. Ежегодно на казахстанских предприятиях и стройках увечья получают свыше 2000 работников. Чуть ли не каждый день СМИ сообщают о новых трагедиях. Так, за прошлый год только в столице зарегистрировано 80 производственных травм. Из них 14 закончились смертью. И это официальные данные, а в многих происшествиях просто умалчивают. Давайте будем откровенны. Анна Данилина – юрист. Если и работник, и работодатель умалчивают оба нарушения техники безопасности, значит, это на сегодняшний день выгодно им. Проверить и выявить факты нарушения может только инспекция по делам по труду и социальной защите в результате плановой проверки. Любая работа таит в себе опасность, говорят специалисты. На стройке и высота, на производстве сложные станки, даже на кухне и ресторане можно обвариться кипятком. Эта травма избежать, наверное, никто не может, потому что... Ольга Рыжкова – врач-травматолог. К сожалению, не все работодатели соблюдают такое правило, как очистить подход к офису, к организации и так далее. То очень часто попадают люди на гололюди, получая травмы верхних и нижних конечностей, начиная от обычного растяжения или ушиба и кончая переломами. Определённый риск существует даже для клерков. Компьютер может ударить током, плохо закреплённый стеллаж, упасть на голову. Не говоря уже о крупных предприятиях, где опасность подстерегают чуть ли не на каждом шагу. Конечно, самые тяжёлые травмы – это строительные травмы, происходящие на строительных объектах, поскольку они связаны, как правило, с падением с высоты. Такие больные поступают, как правило, в тяжёлом состоянии. Естественно, требуют очень большого внимания врачей, сложной диагностики и довольно сложное по времени длительное лечение. В таких происшествиях принято винить работодателя, вернее, инженеров по технике безопасности. Однако в некоторых компаниях этой должности даже не существует. Мелкие предприятия, ну, предприятия, скажем так, малого бизнеса, у кого штат не очень большой, нарушают гораздо чаще, чем предприятия крупные. Ну, наверное, это связано с тем, что на крупных предприятиях, как правило, предусмотрен сотрудник, который отвечает за технику безопасности. На маленьких предприятиях, где небольшой штат сотрудников, такого сотрудника, как правило, нет. Поэтому отвечать и следить за техникой безопасности практически некому. Международные эксперты сходятся во мнении, что в большинстве несчастных случаев виноваты сами работники. Это они, а не работодатели, пренебрегают защитными средствами. Сам работник должен заботиться о своей технике безопасности. Если он не позаботится, какой бы ни был замечательный работодатель, сколько бы раз он не проводил инструктаж, он, конечно, не сможет уследить абсолютно за всем. Практически каждое производство приводит к профессиональным заболеваниям. Правда, дают о себе знать не сразу. Оттого и доказать, что именно работа стала причиной недуга, сложно. Подтвердить это можно в больнице, да и то после вердиктов нескольких комиссий. По данным Международной организации труда, каждый год в мире в результате несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, погибает свыше 2 миллионов человек. Ежегодно 270 миллионов травмируются и еще 160 миллионов получают профессиональные заболевания. Старое оборудование – основной виновник производственных травм, говорят в профсоюзах. Отслужившие свой срок станки продолжают использовать на многих предприятиях. И несмотря на то, что чиновники ратуют о проведении масштабной модернизации производств, усугубляя ситуацию и плохое освещение в цехах, антисанитария и беспорядок на рабочем месте. И в металлургии. Да и сейчас в нефтяной промышленности говорят. Вот в электроэнергетической отрасли изношенность оборудования составляет почти 70%. Вот представляете, значит, 70% – это почти все устарело. Если взять такие крупные объекты, как электростанции или подстанции, большие трансформаторы мощные, турбины, и они изношены до такой степени, это 70% – это говорит о том, что он старый, старый, уже его не только ремонтировать, его надо менять. Во всем мире знают, безопасность труда – это залог достижения высоких стандартов. В США уже много лет функционирует специальное агентство, которое и контролирует предприятия по соблюдению техники безопасности. Ежегодно аудиторы проверяют тысячи заводов и фабрик, выписывают миллионные штрафы безответственным предпринимателям. Те, кто получил увечья на рабочем месте, могут обратиться в государственную систему страхования по производственному травматизму. Там выплачивают денежные пособия и оказывают медицинскую помощь пострадавшим и их семьям. В Европе существуют национальные институты социальной защиты. Работодатели и работники предприятий вкладывают туда взносы, которые потом идут на выплату компенсации от несчастного случая. В Казахстане таких организаций нет, и материальную ответственность несут работодатели. Но и их вину сложно доказать. По словам экспертов, лучше один раз потратиться на эффективную организацию охраны труда, чем терпеть многомиллионные убытки из-за травматизма работников. Так, по подсчетам специалистов, затраты крупных предприятий от несчастных случаев в семь раз превышают вложения на организацию техники безопасности. Между тем, в мире остаются профессии, которые опасны даже при самой высокой охране труда. На первом месте стоят вальщики леса. Их работа связана с высотой и опасной техникой. На втором месте шахтеры. Далее идут пожарные и мойщики окон небоскребов. Недобросовестного работодателя всегда можно вывести на чистую воду. Юристы советуют обращаться в департамент труда и социальной защиты. Там есть инспектора, которые отвечают именно за проверку техники безопасности. Они имеют право приехать на предприятие, они имеют право проверить наличие такого сотрудника, который отвечает за технику безопасности, за инструктаж проведенный, как часто он проводится. И в зависимости от того, какое предприятие выписать соответствующий штраф либо предписание на устранение тех или иных нарушений. Законом предусмотрено обязательное страхование работников от несчастных случаев. Но, по словам специалистов, если на крупных опасных предприятиях такие договора заключают априори, то на мелких за этим сложно уследить. Да, закон существует. И там, где есть сильные профсоюзные организации, обязательно заключается вот это социальное страхование. В частности, металлургической промышленности, вот нашей электроэнергической промышленности. Я уверен, 90% заключают обязательное социальное страхование. В этом году казахстанские власти вплотную взялись за обеспечение безопасности труда. Например, уже в пилотном режиме внедряется добровольное декларирование работодателя. Это позволит создать реестр добросовестных предпринимателей, которые соблюдают трудовые права работников. Также эти компании на три года освобождаются от плановых проверок. Эксперты говорят, лучший стимул для того, чтобы соблюдались правила техники безопасности – штрафы. Не надел каску – урезали зарплату. Но действовать эти меры будут только тогда, если их будут выполнять и сами работодатели. Лучшие реферы в этой ситуации – независимые ли государственные инспекторы. Впрочем, на некоторых предприятиях уже существуют свои бригады по проверке техники правил безопасности.